Всем привет, надеюсь у вас сегодня отличный день. Это Марк Винс. Я нахожусь в Чиангмайе, Таиланд. И Чиангмай, пожалуй, столица ночных рынков во всем мире. Сейчас вечер воскресенья. Я нахожусь на Таларатутэй. Это один из самых больших и оживленных ночных рынков в Чиангмайе. Он тянется вдоль в Сейра Чадом Роуд, которая находится в самом центре Чиангмайя. Сегодня вечером мы отправимся на гастрономический тур по ночному рынку в Чиангмайе. Посмотрим, что здесь есть, попробуем вкусную еду и поделимся с вами всем этим прямо сейчас. Этот рынок работает каждое воскресенье с пяти вечера. Да, сейчас ровно пять часов вечера, так что он только открылся. Большинство продавцов уже здесь, но они еще не совсем готовы. На этом рынке есть почти все, сувениры, одежда, безделушки, фонарики и освещение. Но я здесь, чтобы попробовать еду, и мы посмотрим, что можно найти и попробовать. Мои друзья Том и Джоэл еще не пришли, но я здесь уже немного раньше них. Я хотел прийти сюда сразу после открытия, чтобы успеть все снять, но они скоро должны подойти. Я всегда обращаю внимание на тележку, полную мясо, в данном случае колбасы. Невозможно пройти мимо и не заказать несколько шашлыков, они просто дымятся. Вы можете видеть, как там жарится сосиска, жир просто стекает. Она так вкусно пахнет. В основном здесь подают сосиски сокрок, это такие сосиски в тайском стиле. Но у нее также есть сосиски с севера, которые называются саюа, они бывают двух видов. Я взял одну из них и тайскую сосиску. Давайте попробуем их на вкус, чтобы понять разницу. Итак, это сайкок сокрок. Ого! Она такая вкусная, просто тает во рту. А что касается сокисан, то к ней нужно добавить чили, потому что это просто мясо, в отличие от того, что мы увидим дальше. Я взял чили. Да, это завершает впечатление. Это так вкусно. Она такая сочная. Ух ты, это так вкусно. А вот в сайкок сокрок нет никаких специй, но вы едите специи, вы их добавляете, например, чили. А это саюа, в фарж уже добавлены специи. Здесь есть лемонграсс и, наверное, чили. Они немного острые. Ого! Это так вкусно! По сравнению с лемонграссом, эта сосиска довольно жирная, но сочная. Что же, я не знаю лучшего способа начать наш гастрономический тур по ночному рынку в Чиангмай. Рынок пока еще довольно тихий. Ну, очень тихий по сравнению с тем, каким он будет сейчас. Здесь еще много места для передвижения. Да, продавцы еще только раскладывают товар, но я гарантирую, что через пару часов, особенно когда солнце сядет, на рынке будет полно народу. Так что лучше приходить пораньше, если не хотите толкаться в толпе. Мы дошли до конца рынка, а потом повернули обратно. Вообще-то мы начали с конца рынка, но сейчас мы уже почти у главных ворот. Вот это главные ворота. Сюда обычно приходят на рынок, сейчас почти шесть вечера, и людей становится все больше. Главная сложность в том, что рынок огромный, он раскинулся на много улиц и переулков, и там много маленьких двориков с храмами. А во многих храмовых двориках есть маленькие закусочные, где можно купить тайские блюда. И вот мы увидели огромную кастрюлю с кипящими свиными шариками. По-тайски они называются лукшинму. Она сказала, что они на сто процентов из свинины, свинину мелко нарезают и делают из нее шарики. Они варятся. Шарики плавают в кастрюле в воде. Она достает их шумовкой и подает вам на листьях салата. Добавляет немного жареного чеснока и соуса, который, я думаю, должен быть немного сладким. Выглядит очень вкусно. Надо попробовать горячий свиной шарик. Он такой мягкий и нежный, но не разваливается. Вкус очень мягкий, и я чувствую кусочек китайского сельдерея. А еще соус, немного кисловатый, сладковатый и острый. Но чувствуется качество и свежесть. Это просто чистая свинина, очень вкусно. Вкус очень мягкий, но чувствуется немного черного перца, может даже белого. О, вот и они. Привет, Том. Привет. Привет, Джей Джей. Это так вкусно. Знаешь, что я буду пить? Теплое и кислое. Кислое. Кислое и острое. Я уже попробовал лукшин и сакра. Спасибо. Я люблю это. Это как вьетнамская колбаса. Ух ты. Они очень заботятся о людях вокруг себя. О, это мило. Я шучу. Ладно. Это. Разве это не похоже на немецкое? Да, это похоже на леке. Леке. Да, это оно. Это как тайская версия немецких лепешек. Да. Но острое. И в нем немного перца, черного перца. Да. Но вот так. Кислоострое. Это похоже на свиные шарики, которые я только что съел, только в плоской форме, как квадратики. Да, вот так. Надо попробовать. Есть одно блюдо, которое обязательно нужно попробовать, особенно на этом рынке, называется кайбом. Это жареное яйцо. Это как омлет, его кладут в банановый лист и жарят. Есть несколько разных начинок. Например, грибы, а еще я не уверен, но там есть крабовые палочки. Но потом она медленно переворачивает его, как бы помешивая, и получается что-то вроде нового вида омлета, который стоит попробовать на этом рынке. Мы собираемся его попробовать. Он как бы впечатан в сковороду. О, это похоже на сочный омлет. Он очень сочный. Но кроме того, что он другой, у него есть вкус бананового листа байтонга. Да, это точно. Жареный банановый лист просто смешивается с омлетом. В остальном это просто более сочный омлет. Да. На самом деле это довольно вкусно. Как тебе яйцо? Очень вкусно, очень вкусно. Я взял эс с пчелой. С личинкой. Да, на самом деле это довольно вкусно. Но на вкус не похоже на пчелу. Никакого привкуса меда, но очень яично. Это еще одна версия с другой начинкой, которую мы попробовали. Это личинка пчелы. А да. Личинка очень нежная. Яйцо было интересным и довольно вкусным. Мы идем дальше, и рынок уже почти переполнен. Но мы идем дальше, чтобы попробовать еще еды. Джоэл только что взял коктейль из маракуйи. Это просто чистая маракуйя со льдом. Ну, это просто идеально терпкое, кисло-сладкое, с легким привкусом сладости и хрустящими семечками. Спасибо, чувак. Так что, да, это просто идеально. Да. Посмотри на все эти семечки. Он такой плотный, да. Особенно в это время, когда все идут друг за другом. Они просто выстраиваются в очередь на рынке. Это очень традиционно. Как будто все вместе. Собрано вместе. Это помогает. Это. Это просто приток воздуха, какой-то приток воздуха. Да, он должен быть тонким, если держится вот так. Это черный клейкий рис или фиолетовый клейкий рис, из которого готовят маленькие блинчики, а затем обжаривают их на скаленной сковороде. Она добавляет различные начинки и блестящий кунжут, так что блюдо выглядит почти так же, как кусок вяленой говядины. О, это действительно вкусно. Оно действительно липкое и насыщенное глютеном, но в то же время хрустящее, потому что так его обжарили. Оно сладкое, вы почувствуете вкус кунжутных семечек. На самом деле это просто фантастика. Оно действительно вкусное. Так что мы отправляемся исследовать окрестности и раздобыть еще немного еды. Есть что-нибудь еще? Вон там пахнет шашлыком. Очень вкусно. Я уверен, что там есть что-то горячее. Это будет идеально. В задней части ресторанного дворика Темпл есть человек, который готовит ребрышки, и они так вкусно пахнут. О, он как раз сейчас их режет. Хорошо, садитесь. У них есть несколько свободных мест, у них есть несколько столиков в глубине и несколько киосков, где вы можете сделать заказ. Я должен попробовать эти ребрышки первым и обмакнуть их в сухие хлопья чили. Они довольно жирные, маслянистые, очень вкусные. Вы можете попробовать темный соевый соус, который немного карамелизован, так что получается что-то вроде обжарки и карамелизации. Ой, еще этот чили, он похож на соленый сушеный молотый перец чили. Это да, это здорово. Попробовав одно, он сразу же заказал второе. О, Дом так и сделал? Да. Мне нравится вкус жирного барбекю. А как вы это называете? Вы должны это сделать. Ешьте вот так. Он очень похож на санкаю, но это маленькие крабовые головки, как вы можете видеть. О, они очень вкусные и горячие, прямо с грилей или чего-то в этом роде. Но это крабовые яйца, приготовленные в форме, похожей на заварной крем. Итак, возьмите немного клейкого риса и просто обмакните его в него как соус. О, это так вкусно. Он тоже похож на уни, как морской еж. Вот вам и сливочное масло. Да, вот так-то, это уж точно. Это как заварной крем с крабовыми яйцами. У вас крабовый вкус, у вас дымный привкус, потому что оно было приготовлено на гриле. А еще оно получается сливочным и насыщенным. Посмотрите, какая она липкая. А потом у нас были последние 10 минут, и мы отправились в путь. Она очень сочная и вкусная. Да, она еще теплая. Пришло время для еще одного ребрышка. Я должен ее съесть. Давайте приступим. Вот так. Давайте вытрем посуду. Вытрите ее. Да, мне очень нравится перец чили. Сухой рубленый перец чили очень-очень усиливает вкус. Ваше здоровье. О боже, мне нужно взять еще чили. У меня получилась пышная корочка. О, это прекрасно. Это именно то, чего вы хотите. Хорошо, так-то лучше. В них добавляют сахар. Так оно и есть. Либо сахар, либо глутамат натрия, либо... В миску. Да, я думаю, что это сахар. Да. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Можно кусочек? Один. А откусите кусочек. Единственная причина, по которой вы не можете сделать один кусочек, заключается в том, что вам нужно постоянно его крутить. Все в порядке. От них осталось только мясо с костей. Гребите, гребите, гребите. Они получаются очень вкусными, очень жирными, сочными и жирноватыми. По-моему, в молотый перец чили добавлено немного сахара. Да. И еще, у него какой-то сладковатый привкус. 200. 231. Я думаю, мы просто. Она сделала нам скидку. Я думаю, вот что. Я сейчас принесу. Это самое вкусное блюдо. Вот вам две маленькие буханки хлеба. Итак, мы закончили с этим блюдом, но рынок просто переполнен, и на нем царицу Матоха, и вы словно бегаете туда-сюда с места на место. Так что мы собираемся устроить ночной гастрономический тур по рынку, ночному рынку в Чангмай. Но прежде чем мы закончим нашу экскурсию, нам нужно кое-что попробовать. Конечно, это лучший десерт в мире. Он немного дороговат из-за ночного рынка, но это ничего, нам просто нужно. Вот немного вкуснятины. Ладно, ребята, давайте перекусим. О, да, уже крем на... Вот здесь, на пищевой пленке. Хорошо. Ну, у меня немного крема осталось на пленке. Ладно. Давай, чувак, вот тебе пригоршня дуриана. О. За здоровье, за здоровье. За ваше здоровье. А да. О, боже. Да. Он был такой твердый снаружи, но внутри очень нежный. Тоже. Только начал приобретать горьковатый привкус, совсем чуть-чуть. Сливочный крем, заварной крем. Как алкоголь. Он очень спелый. Это круто. У меня столько крема. А нет. Кто уронил кусочек? Ты. Я, а нет. А да. А да. Если вы когда-нибудь отправитесь в гастрономический тур, то нет ничего лучше, чем завершить его натуральным кремом, натуральным заварным кремом. В любом туре. Всегда нужно заканчивать дурианом. Это вкусно. Ладно, на этом мы закончим. Я хочу закончить нашу экскурсию по ночному рынку Чангмая прямо здесь. Здесь в основном продают закуски, так что вы можете прогуляться. Я все еще немного голоден, но здесь так многолюдно, что я готов идти домой, а Мика пора спать. Но в основном здесь продают закуски. Еда неплохая. На мой взгляд, это не самая лучшая еда, но здесь приятно прогуляться. Здесь отличная атмосфера. Здесь многолюдно, но это делает это место еще более интересным. И это определенно отличное место, которое стоит посетить, когда вы в Чангмая. Большое спасибо тому, Джей Джей и Джоэлу, за то, что присоединились ко мне и Немика в этом гастрономическом туре. Подпишись на наш канал, поддерживай украинский контент.